Семь десятков лет минуло с окончания войны. Кровоточат сердце раны за народ и за страны. Из 15 республик шли народы на войну. От кровавого фашизма защищать свою страну. Много стран освободили от проклятой той чумы, чтобы в мире жили люди и не видели войны. Эти строки собственного сочинения Вера Андреевна Полуэктова посвятила юбилею победы Великой Отечественной войне. За свои 77 лет у пожилой женщины накопился целый сборник стихотворений. О любви, написанной еще в молодости, о трудностях жизни, о матери и детях и шуточные стихотворения. Как рассказывает сама Вера Андреевна, писатель она начала еще в подростковом возрасте и с годами ее увлечение стихами только усиливалось. Немалую роль сыграла и работа в школе. Я читала все подряд. Вы знаете, что литературу преподавать – это нелегкое дело. Нелегкое дело. Поэтому готовясь к урокам, я перечитывала тысячи раз одно и то же. И советских, и зарубежных поэтов и писателей, и наших современников. Вера Андреевна вот уже несколько лет проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Сегодня она часто бывает в одиночестве и размышляет о жизни. Каждый день она отправляется в свою любимую беседку за вдохновением. Дорогие казахстанцы, казахстанцы, что хочу я вам сказать. Желающих послушать стихотворение немало временами Веру Андреевну навещают волонтеры, но основными слушателями являются сотрудники дома-интерната для престарелых и инвалидов и его жильцы. Здравствуйте. Здравствуйте. Что пишете? Можно с вами? Конечно. И кутятки с нами, и кутятки все. Что пишете хорошее? Стихи писала? Стихи писала. Ай, молодец. Помимо природы и интересных людей, которые вдохновляют нашу героиню, в стихах Веры Андреевны нередко отражаются и житейские проблемы. Собрались старики, собрались инвалиды, стали дружно говорить. Что еще раз не мешало бы инвалидам, престарелым, акиматов, депутатов хорошенько попросить возле дома-интерната остановку подарить. Что в девятый к ней ходил, в 8а у нас гостил. И еще бы не мешало вдоль дороги тротуары проложить, чтобы было безопасно в поликлинику ходить. Чтоб машины не пугали, грязью нас не обливали. Чтоб незрячий и невзначай в лужу с грязью не попал, а еще того страшнее он в колодец не попал. Люди добрые. Обещали, обещали, обещания не сдержали. Вера Андреевна верит, что своим творчеством она сможет достучаться до властей, и простые пенсионеры будут услышаны. Но в любом случае поэзия для нее не только способ высказаться, но и чудесная творческая отдушина. Редактор субтитров А.Семкин